Россияне, как единственные полноправные наследники и продолжатели всего советского прошлого, как и их деды и отцы, довольно часто сталкиваются с типично совковыми городскими страхами и легендами. В разговорах с друзьями и родственниками на улице, а то и в домовом чате, иногда появляются жуткие истории, похожие на бородатые детские страшилки из 1980-х годов, но с поправкой на 21 век. Это и крысы-мутанты в метро, группы смерти в соцсетях и даже отравленные спидом иголки в креслах кинотеатров. Несмотря на то, что россказни выглядят, мягко говоря, сомнительно, они часто преподносятся как максимально достоверная информация, типа «сестра жены племянника работает ФСБ, она нам такое рассказала». Городские легенды подобного типа существовали в советско-российском обществе всегда, и ранее единственный канал их распространения был устный. Поэтому зачастую они принимали настолько гипертрофированные формы, что порой приходилось вмешиваться даже органам власти, чтобы хоть как-то успокоить впечатлительных граждан. А иногда эти самые власти, наоборот, еще больше подливали масло в огонь, направляя очередную городскую легенду в нужное русло. И все-таки, какой же был главный страх советского человека? Чего боялся типичный житель страны Советов? И чего боится сегодня современный житель России? Для того, чтобы разобраться с этим, давайте пробежимся по основным городским страхам и легендам Советского Союза. Только вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе Patreon и BuyMeCoffee. И самое главное, не забывайте регулярно донатить на ЗСУ. Итак, в СССР городские легенды выросли из всеобщей шпиономании, которая была характерна в 30-е годы, когда активно выявлялись враги народа. Тогда в обложках школьных тетрадей бдительные граждане высматривали профили Каменева с Зиновьевым и контрреволюционные лозунги. Миллионы тетрадей были сожжены, но паранойя охватила всю страну. В невинной картинке пламени от спички на спичечном коробке народ видел профиль Троцкого, а на пионерском значке каким-то образом умудрялись рассмотреть аббревиатуру ТЗШ – Троцкистская Зиновьевская шайка. Да что там далеко за примером ходить, вспомните Чонкина, Войновича, как увижу, как услышу. Но это все цветочки по сравнению с тем количеством городских страшилок, что накрыло страну в 50-е годы и которые продолжались до позднесоветского периода. Возьмем колорадского жука. Это вредное насекомое родом из Мексики еще в середине девятнадцатого века добралось до США и довольно быстро распространилось по всей стране. В Европу Жук попал в Первую мировую вместе с продовольствием, которым кормили американских солдат. Быстро завоевав всю Европу, в Советский Союз он проник с западной Украины. Ну а свое победное шествие по стране Жук начал как раз в 1950-х годах. Да, с ним боролись, снимая пионеров суроков и отправляя тех на колхозные поля. Но главным оружием против колорадского жука была советская пропаганда. Именно она рассказывала про коварных американцев, которые бомбардируют русских ампулами с личинками жуков. Школьников даже специально просили не только искать и истреблять насекомых, но и собирать эти ампулы. Эта история тянулась вплоть до 1980-х годов, и пионеры всего Советского Союза продолжали искать на колхозных полях и жуков, и эти пресловутые ампулы. Кстати, учитывая ограничения Ютуба о самых-самых-самых неприличных и нецензурных городских легендах и страхах времён СССР в этом ролике рассказать не выйдет. Впрочем, это видео несколько о другом. Но если вам всё же интересно нырнуть в самую чернуху, мистику, паранормальщину и прочий абсурд советской эпохи, то я подготовил для вас отдельное специальное видео с почти полным списком городских ужасов, так пугающих граждан Советского Союза. Это видео выложено на нашем Патреоне. Заходите посмотреть, получилось очень любопытное видео. И да, на Патреоне вы сможете найти много других дополнительных видео, которые мы больше нигде не публикуем. Подписывайтесь на Патреон, чтобы увидеть больше. Ссылка в подсказке, описании и первом комментарии. Бактериологическая угроза была вообще хорошей основой для возникновения городских легенд. Это заезженная пластинка про биологические лаборатории. Сегодня это, конечно же, американские лаборатории в Украине, ранее в Грузии, ранее ещё где-то. А началось это всё ещё летом 1950 года, во время Корейской войны, когда тут же в газетах стали появляться тревожные сообщения о применении американцами бактериологического оружия. Основной страшилкой тогда были чумные мухи, которых в специальных контейнерах сбрасывали на головы бедных корейских жителей. Советские газеты не жалели красок, то американские военные разбросали по территории Северной Кореи жёлтые листья, поражённые бактериями, то подбросили четыре бака мух, блох и пауков, заражённых болезнетворными микробами. Кроме этого, подлые американцы под видом медицинской помощи кололи корейским детям прививки с сыпным тифом. В СССР ни у кого не было малейшего сомнения, что всё, что пишут в газетах, это правда, и чумные бомбы являются реальным оружием американских агрессоров. А между тем, бактериологические семена упали на благодатную почву. Ещё почти 35 лет с тех самых пор диверсанты с ампулами стали неотъемлемой частью жизни советского человека, а потом ещё столько же уже российского. Когда начиналось строительство БАМа, была очень популярна история про американских террористов, которые пробираются в тайгу на стройку века и подбрасывают к рельсам ампулы с энцефалитными клещами. Находишь такую ампулку? А вне ватка и чёрные точки. Это клещи, которых американцы забрасывают. Клещи были угрозой не только для бамовских строителей, доставалось и жителям европейской части. Там распространителями заразы были якобы финские туристы, которые приезжали в Советский Союз пить водку. Из окна автобусов они постоянно выкидывали всё те же ампулы с энцефалитными клещами. А в Сибири была другая напасть, там лютовали китайцы. Они пробирались через границу и разбрасывали вдоль трасс и железных дорог стеклянные шарики, которые преломляли солнечный свет и вызывали пожар в тайге. Ну и опять же клещи, куда от них денешься? Вообще с китайцами было связано много городских легенд страшного толка. Например, привезённые из Китая ковры и большие цветастые полотенца ночью вдруг необъяснимым образом менялись, и на них проступало светящееся изображение Мао Цзэдуна в гробу. Человек, увидевший это, падает замертво от инфаркта. Можно, конечно, долго смеяться с этой небывальщины, но когда посмотришь на сегодняшних россиян и их святую и слепую веру в откровенную пропагандистскую чушь, то становится, если честно, не до смеха. Хочется спросить, а вы вообще со здравым смыслом дружите? И в качестве ответа на этот, казалось бы, риторический вопрос, вот вам реальный ответ. Комментарий глубинного россиянина под близкой нашему видео тематической статьёй на российской контентной платформе. Пользователь Сергей Мангуста. Не жил я в 30-е годы, и что творили троцкисты не видел, но верю, что перечисленное автором как легенда могло быть в реале. Почему я так считаю? Потому что вижу, что творят криптобандеровцы в российском регионе моего ПМЖ. Идя по городу, то там, то здесь вижу различные предметы, раскрашенные всего двумя цветами, и это жёлто-блакитные цвета бандеровского флага. Появилось это примерно 20 лет назад, а раньше такого сочетания цветов, тем более то там, то здесь, мне не встречалось. Власти на это смотрят сквозь пальцы. Некоторые персонажи появляются в городе с семи зонтиками, но очевидно имеется в виду зонтик, раскрашенный всеми цветами радуги. Один раз мне попалось строение, раскрашенное семью цветами. Все знают, что это цвета знамени ЛГБТ. Если это не пропаганда ЛГБТ, то что? Надо сказать, этих приверженцев заметно больше, чем криптобандеровцев. Насчёт колорадских жуков. Я их в начале 60-х годов, будучи в пионерском лагере, в огромном количестве вместе с другими пионерами собирал на берегу Балтийского моря. Нам говорили, что шведы с вредительской целью разводят этих жуков, а затем разбивают ящики с этими жуками в море, чтобы жуков вынесло на наши берега, и они оказались на наших полях. Собирать в полях жуков нас не выводили, а вот на берегу моря мы их собирали. Волны постоянно выносили огромное количество этих жуков. Я бы оставил этот комментарий без комментариев. Делайте выводы сами о здравом смысле жителей Российской Федерации. Свой вывод, в общем, я расскажу в конце видео. Всплеск городских легенд произошёл в СССР с началом Олимпиады 80. И опять – чумная зараза, излюбленный объект страшилок. Только в городах её распространителем были не клещи, а крысы и мыши. Чтобы сорвать Олимпиаду, в Москву специально пробирались террористы, которые выпускали на волю десятки заражённых зверьков. Слухи эти выглядели примерно так. В Москве замечены разбегающиеся по дворам мыши. Вызвали эпидстанцию. Оказалось, что они заражены. Параллельно со «взрослыми» опасностями существовал и целый пласт детских, опять же в кавычках, страшилок. О, тут было где разгуляться. Иностранцы в таких страшилках разбрасывали по улицам красивые авторучки, которые взрывались, если их поднять с земли. Раздавали заграничную жвачку со стеклом внутри или дарили джинсы, заражённые вшами или даже сифилисом. Оказалось, что у нигров под кожей вообще живут личинки, которых те могут выпускать на волю. Однажды в 4 часа утра такой чернокожий выдавливал этих личинок в стакан, который стоял в автомате с газировкой. Личинки те очень заразные и несут в себе чуть ли не половину всех известных миру инфекций. После таких «ужасов» в кавычках, потребление газированной воды в Москве, как это ни странно, на какое-то время резко падало. Огромное количество городских легенд было связано с едой. Это такой большой пласт народного фольклора, который и не осветишь в рамках одного видео. Крысиные хвосты в колбасе и хлебных батонах, красные ногти там же. Истории о том, что знакомый дядя моего друга однажды подавился крысиной косточкой, откусив кусок бутерброда, рассказывались в СССР везде и всюду. Как и истории про бочку с квасом, которая случайно перевернулась, а из неё веером расползлись опарыши. В отличие от откровенных детских страшилок про гроб на колёсиках, легенды об испорченной еде имели под собой вполне твёрдую основу. По убеждению народа, в условиях тотального дефицита работники продовольственных предприятий экономили сырьё. Вот в продукцию и попадало то, чего в ней быть не должно. Прибывьте к этому тотальную антисанитарию, которая в представлении граждан царила на таких предприятиях, и получите стойкие городские легенды про крысиные хвосты и опарыши. Истории, связанные с едой, вообще оказались довольно живучими, пройдя сквозь эпоху и закрепившись в сознании. Даже сейчас нет-нет, да возникают рассказы про крысу, которая упала в чан с манной кашей в детском садике, и двадцать детей отравилась, повариха повесилась, а заведующая застрелилась. И такие истории не искоренить ничем, они яркий маркер неспокойного времени. И всё же, каков главный страх советского человека и его потомка гражданина Российской Федерации? Что является причиной постоянной тревожности россиян? Я сейчас выскажу своё мнение, а ваше с интересом прочитаю в комментариях. Причём любопытно мнение как самих граждан России, я знаю, что они меня смотрят, так и мнение людей, которым посчастливилось жить вне этого государства. Итак, чего же боятся россияне? Да того же, что и их родители. Над ними давлеет образ могущественного врага, угрожающий самому существованию России. И этот страх не был бы настолько патологическим, если бы россияне верили в собственную силу и мощь своего государства. Но, увы. Для них, увы, а для нас, к счастью, россияне очень и очень не уверены в том, что их держава способна составить хоть какой-то паритет пресловутым Соединённым Штатам Америки, извечному врагу и антиподу России. Вот вы посмотрите на любого современного российского патриота. Он же от бессилия и подспудного страха перед превосходящей силой обильной слюной брыжет в сторону Вашингтона, призывая стереть в ядерный пепел ненавистное государство. И посмотрите, скажем, на американского патриота. Он уверен и спокоен, как удав. И ему эта ваша Россия настолько по барабану, что аж даже как-то неудобно становится. Вот и получается, что главный страх россиянина – это страх заведомого проигрыша могущественному врагу абсолютно по всем фронтам. Ведь цивилизационно, экономически и по военной мощи Россия является совсем не той страной, которой так хочет казаться. Нет никакого особого русского пути и нет никакой особой русской цивилизации. А вся эта агрессия глубинного российского народа – это просто животный страх темного, ограбленного и запуганного маленького аборигена перед современной и ушедшей далеко вперед цивилизацией. И не надо делать вид, что у россиян все есть и у них все хорошо. Айфон в руках Ксении Собчак – это те же бусы в руках туземца времен Колумба. Россия даже гвоздей не производит. Спасибо за внимание! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeiCoffee и Patreon, где вас ждет дополнительное видео. Пользуйтесь функцией Ютуба-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео и на главной странице канала. Обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы!